Здравствуйте! Проходите, пожалуйста, проходите в наш салон. Давно вас уже не видели, заждались, да? Такая погода за окном, настоящая зима. Вообще метель такая, да? Обновить хотите обувь, да? Я знаю, мне рассказывала помощница, вы позавчера звонили, должны были приехать к нам вчера, да? Но не вышла из-за такой погоды, пробки. Машину даже бросили. Но и правильно, нужно немножечко так лучше, скажем так, поберечься, чем в такую погоду ездить. Вы бы хотели какую-то новую пару зимней обуви, да? У нас как раз была недавняя поставка. Замышевая обувь нравится. Несмотря на такую погоду, несмотря на такую погоду, вы все равно предпочитаете замшевую. А, то есть есть обувь, которую вы носите. Ясно, поняла? То есть это должна быть какая-то просто замшевая, теплая, удобная, красивая обувь, да? Показать вам все, что я могла бы предложить. Может быть так? Давайте, давайте. И я сразу начну тогда с замшевой обуви. И сейчас покажу вам новинку от фирмы Балдинини. Итак, первая пара обуви, которую я вам показываю, буду показывать по одному, да? Не пару, а сразу вот один запашок. Вот такие чернильно-синие замшевые запахи. Практически даже подворты, они закрывают колено. Вот буквально до колена. Немножко даже могут закрыть колено. Ну, смотря же опять, да? Возможно, длинный вам будет буквально вот до колена. Такие подворты. Очень красивого цвета, посмотрите. То есть он такой не синий, не темно-синий, не грязно-синий замфир. Точно. Вот очень даже, я бы точно его охарактеризовала. Глубокий-глубокий замфир. И здесь спрятанная танкеточка. Буквально, ну сколько? Четыре, пять, четыре, наверное, даже сантиметра. Вот она, танкетка, спрятана, да? То есть у вас получается как бы плоский ход, но вы все равно идете на некотором подъеме. Такая вот подошва. И, конечно же, эти запашки идут на овчине. Изумительная модель, потому что она насколько проста, лаконична, настолько же она стильна. Вы можете одеть с любым платьем, шерстяным платьем, с платьем вискозным, из вискозы, да? Можете одеть юбку любую и также обыграть этот наряд с такими собаками, даже шелковой, плоской. Согласитесь, это их мягкость, такая роскошная мягкость. Она позволяет, да, совершенно верно. И даже casual style, естественно, не даже, а естественно, то есть с каким-то блейзером, да? С какой-то толстовочкой, да? Вот. Прекрасно смотрятся также с классическим каким-то просто платьем даже в офис. Они очень спокойные, но они, надо сказать, вот это вот спокойное, я бы назвала спокойный такой, но добротный лоск на вашей ножке. Обыграю так это словосочетание. Очень красивый, правда? Мне тоже очень нравится цвет. И они теплые, потому что высокие и мягкие. Посмотрите, какая замша мягкая, изумительная. Нравится вам? Да, да, и там танкеточка спрятана, колодка. Вот. Ну, вы знаете, что я вам буду рассказывать, если вы пришли за обувью и замши. То, конечно же, вы знаете, что здесь нужен деликатный уход и на такую погоду, когда снег. Ну, конечно, в машину, из машины это все понятно. Но даже прогулка с ребенком, за матькой, прогулка куда-то в ближайший магазин, за, скажем так, за, ну, не знаю зачем, за чаем, за кофе, да. В такую погоду сапушки пострадают, да. Потому что снег, он будет все-таки вот здесь внизу. Оставлять разводы, как бы вы не ухаживали. Ну, я так понимаю, вам сапоги нужны, как вы сказали, не для прогулок, а вот именно. Ну, как бы куда-то, может быть, выйти, да. Ну, если сухо, часто бываете за границей в Европе. Ну, в Европе погода немножко, несмотря где-то, где побываете. Ясно, если это Испания, Италия, то, конечно, даже может быть жарко в таких. Швейцария. Ладно, Швейцария, Германия. Ну, в принципе, там зимы, не снежные, да. Поэтому это будет хорошо. Поэтому эти сапожки вам подошли бы вообще под всю. Я вот вижу вас прямо с ними. Перейдем сразу к следующей паре сапожек от бренда Нанта Муцзи. Вот такие черные сапожки. Неискоженные я вам сейчас. Я понимаю, да. Я знаю, что они вам напоминают. Я расскажу секрет. А вверх вот эта все норка. Как кедры такие, да. То есть на вот колботку на низ, да. Одет вот такой еще кедр. Здесь сверху кожа и клепочки, да. А сейчас здесь высокий каблук. Достаточно устойчивый каблучок, смотрите. Каблук устойчивый, да. А сейчас я вам покажу, как эти сапожки превращаются в осенний вариант. Смотрите. Вот здесь весь секрет. Вот в этом носке кедры, как сказать, ярость отстегиваю вот этот норковый элемент. Вот он какой, смотрите. Вот он такой сам по себе. Такой, как носок, да. Рукав. Ягит. Вот такие металлические клепочки, да. Такие металлические клепочки, да. Вот, можете видеть. И смотрите, что происходит дальше у нас с вами. Вот такая осенняя модель отличных устойчивых замужек. Смотрите. Вот этот ремешок. Что здесь написано? Ка-пи-ка, ка-пи-ка, и да, и да, и да. Вот смотрите, сейчас этот элемент я здесь пристегиваю. И сейчас покажу вам, какая модель чудесная из зимних замужек превращается. И превращается в осенний вариант. Вот таких стильных тоже. Высоких до колена. Вот так. Видно вам, да? Нравится? Хотите? Посмотрите, какая кожа. Потрогайте. Нравится, да? Вот такая вот кожа. Прекрасная. Вообще не требует особого ухода. Очень такие добротные запожки. Устойчивый, хороший каблучок. И всегда, и всегда при желании вы можете сделать зимний вариант. Утеплиться. Да, вот так. Такие двойные запожки. Интересно, правда? Сейчас я вам покажу две модели запожек. Что-то в светлом цвете, что-то хочется. Тогда у меня для вас есть однозначно еще одна, даже две пары обуви. Сейчас я вам их покажу. Вот такие запожки. Одни черные. Как вы можете видеть, другие такого цвета. Беж богатый, беж песок. Сейчас я вам покажу светлые, темные. Давайте по одному, да? Или черненькие вообще не интересуют вас? Нет, да? Давайте тогда бежевые, светлые запоги со светлой шубкой. Просто замечательно. Или с чем-то даже не обязательно шубкой. Значит, вот такой опять же, посмотрите, потрогайте. Невчайший замш, да? Невчайший замш. Очень мягкая вытелка. Здесь уже запоги идут на замочке. Если те две первые модельки шли просто без замка, вы просто надеваете сапожок, сапоги, да? То эта модель идет уже на замочки. Каблук очень интересный, невысокий, но относительно, опять же, сантиметров 7. Ну, в принципе, он и немаленький. Такой каблучок. И терюмочки, да? Что здесь есть такой декор у этих запог, элемент декоративный. Вот такая тоже. Ты как... Вообще, это как... Как сказать? Как правильно? Как застежечка, да? Но это все элемент декора. И здесь норка. То есть на черных запогах будет черный кусочек норки, да? А здесь вот такой вот, ну, натуральный. Это норка, да? Это норка. Я подумала, кролик нет. Норка. Очень красивый цвет. Бежевый, богатый. Такой благоровный, я бы сказала, нежный, правда. Если вы ищете светлую обувь, то тоже будет вам такая вещь. Очень даже, я думаю, должна понравиться такие сапоги. Даже мягче, чем бежевые. Ну, может быть, да, очень... Это гладкая, больше такая сапжа. Это на этой модельке. Конечно, как вы понимаете, уход, еще раз напоминаю, за светлой обувью тем более. Но такие сапоги, да, конечно, для офиса, для работы идеальный вариант. Самое же главное не сказала. Так как это синие сапожки, то внутри опять идет у нас овчинка. Ну, очень мягкая вообще. Тоже какая-то гладкая прямо. Тоже цвет такой, видите, вот цвет... Здесь уже кожа, а цвет овчина играет, то есть не черный. Видите, как дизайнер. Я не сказала Джорджа Фабиани. Да, Джорджа Фабиани. Что есть у нас еще этого дизайнера? А вы знаете, у нас еще есть ботинки. Я бы хотела предложить вам вот на такую погоду именно... Можно я все же предложу вам просто кожаные еще одну пару? Хорошо? Минуточку. Вот именно на такую погоду очень хочу предложить вам еще от того же дизайнера Джорджа Фабиани вот такие кожаные ботинки. Каблук, сантиметра три. Очень удобный, поверьте. Великолепный дизайн. Очень легкий, несмотря на их массивность. Сегодня в тренде, да, такие ботинки. Вот чем такая более хрупкая женщина, чем тем на ней, конечно же, такие ботинки смотрятся изящней. Здесь вот декор в металле. Просто металлический декор. Кожа гладкая, кожа тоже неубиваемая. Хорошая, я уже сказала, тракторная подушва. И опять же, этот дизайнер Джорджа Фабиани, он предлагает себе модель тоже на мейхоу. Очень нравится в этой модели то, как ее надевать. Я всегда клиентам говорю о том, что я сама взяла себе такие ботинки на такую зиму. Вот сюда пальчики всунули в эти петельки. И ножка прошла свободно. Ну, вообще, я вам могу сказать, что из всей обуви, я уже давно работаю с обувью, и у меня в самой коллекция большая, наверное, из вот ботинок, которые у меня были за все время, и поступали к нам. Эта модель одна из самых удачных по качеству, по своему дизайну и по вообще носибельности, потому что ее также можно, такую модель, надеть, применять в комплекте с юбками, с платьями, естественно, с джинсами, с брюк, я не знаю, вы носите зимой джинсы? Не носите, да? Вот я тоже не ношу, люблю теплые шерстяные или кашемировые леггинсы. Сюда, с ними, очень красиво, с какой-нибудь юбкой. Вы же коленнейшей, но тут уже играть можно с шерстяными платьишками, в общем, как угодно, да? Также красиво, например, юбка-близировка сюда, такая более оконченная, и какая-то блузка, тоже шелковая, с бантом, может быть, но я уже сейчас нафантазирую вам. В любом случае, эти ботинки универсальны. И да, еще раз скажу, что удачная модель, удачная цена, кстати, да, если те собаки все достаточно, скажем так, не бюджетные, то эту модель, ну, отнести совсем бюджетные я бы не стала, но в любом случае, не очень дорого, скажем так, да. С вашей скидкой вообще будет прекрасная цена. Вот такие ботинки я вам еще раз рекомендую. Черные показать тоже, да? Ну, давай я покажу вам. Черные, да? Вот такие тоже, тоже все самое, как в светлых. Это, это же идентичная модель. Здесь только черная норка. И внутри, и внутри тоже черная. Черный, черная. Черный мех, да? Овчинка черная. Вот, ну, если вы хотите, конечно, более... Эта обувь очень классическая, очень такая спокойная, светлая модель, ну, такая же, но она очень-очень, из-за своего бежего, песочного цвета, очень-очень привлекает внимание к себе. И еще, знаете, да, вы правильно говорите, есть очень много разных светлых колкот, но не белых, да, а вот такого цвета песка, да, такие вот кремовые, да, на пудровые. Вот они очень красиво будут с теми бешеными сапожками. Понравились они вам? Ботинки замшевые. Да, хотела закончить вот на таких замшевых ботиночках шоколадного цвета. Здесь уже высокая такая танкетка сантиметров в десять. И впереди вы можете видеть шнуровочку с такими кисточками. И украшение этих, конечно, ботинок, это, несомненно, вот этот мех енота. Внутри овчина, вот, овчинка будет у вас внутри греть ножку. А это будет таким тоже согревающим, но еще таким, кроме согревающего, то есть функционального, кроме функционального, да еще и таким дизайнерским, красивым, простатическим, красивым для глаза, да, обладать эффектом. Вот. Здесь уже менее маркая, конечно, опять же замш, но в любом случае вот такая подушечка. Такая еще пара, но они устойчивые. Небось, здесь они хорошие, устойчивые. Вот, да. Вот, так вот выглядят они. И тоже смотрим, ну, здесь красиво очень, с брючками, которые можно заправить внутрь, да. Опять же красиво будет здесь цвет шоколада, коричневый, серый. Брючки такие вот, зимние, знаете, есть они не как леггинсы, не с сигаретками, да. Да, у вас есть коричневые, шоколадные, есть брюки такие, ну, прекрасно будет смотреться, вот. Здесь, конечно, больше с брючками в заправку будет красиво. Хотя, вы знаете, и с шоколадной колготки, например, да, коричневые какое-то платье, это колено. Ну, мне кажется, тоже изящные, да. Вы правильно сказали, это изящные. Те ботинки более функциональные, но они тоже такие стильные, да. Здесь более изящные ботиночки. Ну, на любителя, как говорится. Ну, что вы выбрали? Ботинки. Вот эти возьмете. Пополните коллекцию функциональной обуви. Я считаю, что вы их сделали правильнее. А еще что? Светлые собаки, да? Ну, может, все-таки полдененькие, синие. Вот, ворота есть, да, уже. Значит, итак, ваш выбор. Балдер на эти две совершенно разные модели обуви. Такие ботинки. Ну, одного, правда, бренда, да. Джорджо, Джорджо Фабиани. Хотела сказать Армани. Нет, это Джорджо Фабиани. Он делает обувь и сумки. Скидки. Ну, обычно у нас в конце февраля. Плюс-минус. Может быть, даже в начале кое-что, да. Хорошо. Карта ваша, скидочная карта клиента у вас с собой. Можно я посмотрю? Отлично, хорошо. Тогда возьмите ее, пожалуйста, обратно. И вы можете пройти на кассу, рассчитаться. Ждем вас снова. Спасибо вам. Было очень приятно подбирать с вами пару обуви. Надеюсь, заимно. Благодарю. Спасибо, мои дорогие зрители, за ваши лайки, комментарии. Как всегда, повторю. Это всегда для меня мотиватор съемки новых и новых роликов. С вами была ваша дочь Вита. Увидимся скоро. Пока. Упачка. Аплеско. И гр polished. Продолжение следует...